День птиц отмечается в разных странах в разное время. Где-то это экологический праздник, направленный на защиту пернатых, как, к примеру, 5 января в США и Канаде. А в Великобритании Национальный день птиц отмечают 22 января. У славян существует праздник обретения, отмечаемый 9 марта. К этому дню на Руси зимующие птицы начинали строить гнезда, а перелетные готовились к возвращению домой. Существует и Международный день птиц. Он приходится на 1 апреля. В преддверии этого дня в Расторгуевском парке и был организован праздник. Десятки взрослых и детей собрались, чтобы порадоваться весне и прилету пернатых друзей. Торжественную часть праздника открыл исполняющий обязанности главы городского поселения Видное Александр Усков. Очень здорово, что сегодня в такой солнечный день здесь, в Расторгуевском парке, замечательном парке мы с вами собрались, чтобы встретить весну, чтобы действительно пожелать нашим малым друзьям, пернатым, прилететь к нам, чтобы они уничтожали жуков, караедов, и чтобы мы радовались их пению. Александр Усков напомнил собравшимся, как несколько лет назад начиналось возрождение парка, отметив, что в планах на этот год освоение дальней части территории. Эту мысль продолжил и директор видновских парков Валерий Черников, добавив, что одной из задач развития парковых зон – организация досуга жителей. Чтобы люди знали, где они могут провести субботу-воскресенье, выйти вечером после работы, пройти отдохнуть. Мы готовим почву для того, чтобы парк жил с природой вместе. И птицы к нам вернулись, и белки у нас появились. Может быть, какие-то маленькие животные будут в этом парке. Конечно же, результаты большой работы оценили люди, которые долгие годы наблюдали за тем, как парк потихоньку умирает. «Виды изменился на 100%. Мы очень рады, что нам сделали такой парк. Очень рады за дорожки, очень рады за вырезку деревьев. Просто приятно находиться, приятно ходить в этом парке». «Парк я знаю давно, потому что я сама сажала здесь деревья, делала клумбу. Это были 55-56 год. Поэтому все это для меня очень близко и радостно». «Когда раньше гуляли, здесь не было этих всех дорожек, не было посажено новых деревьев. Здесь был он немножко запущенный, но, может быть, и красивый. Но сейчас я вижу то, что здесь очень много чего побудется, строится. И тут действительно парк создаётся для детей». «Будем надеяться, что в будущем такие праздники будут проходить, что будет парк постепенно ещё улучшать своё содержание. И хочу всех благодарить, ещё раз поздравить с весной». В организации праздника принимали участие компания «Видная.нет», общество охраны природы и депутат Роман Харланов. Каждый ребёнок получил маленький подарок. А также всем желающим предоставилась возможность внести свою лепту в дело охраны птиц, повесив на дерево скворечник. Чтобы не ранить деревья, скворечники привязывают верёвками, что усложняет задачу. Владислав Никишин впервые участвует в подобной работе. Не с первого раза, но всё же ему удалось прикрепить птичий дом к сосне. «Отлично деревья сидит, не должен упасть. Выдержит много скворцовых семей». 15 птичьих семей смогут устроиться на житьё в новых деревянных домах. А устроители праздника уверены – это только начало хорошей традиции.